Здравствуйте! Пришло время новостей. Ямал лидирует среди регионов Уральского федерального округа по числу участников пчероссийского голосования. Об этих и других темах расскажем прямо сейчас. Более 70% новоуренгойцев приняли участие в этом голосовании. 66% из них проголосовали досрочно. Явка на уровне. Специалисты территориального избиркома подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию. У вас право по нему не пускать сюда людей и маски. Постановление главы региона обязательно для всех. Участники оперштаба проверили, как соблюдают масочный режим на вокзале и в аэропорту. Антибиотик. Азитромицин. Его на курс лечения хватает на 6 дней. Новоренгойцы начали получать бесплатные наборы лекарств. Эта инициатива губернатора поможет оперативнее лечить пациентов с ОРВИ. Среди регионов Большого Урала Ямал лидирует по явке на общероссийском голосовании. Волеизъявления по поправкам в Конституцию приняли участие 80,76% от списочной численности северян. В целом по стране наш регион занял 14-ю строчку рейтинга, опубликованного Центр избиркомом. За необходимость внесения изменений в основной закон страны проголосовали 89,16% северян. Всего свое отношение к предложенным поправкам выразили 297,772 ямальца. Из них более 111 тысяч проголосовали на дому. В Новом Уренгое явка превысила 70%. В досрочном голосовании приняли участие 66% горожан. Порядка половины жителей газовой столицы проявили свою гражданскую позицию на дому. Высокую активность горожане показали и 1 июля. Люди шли потоком спокойным. Соответственно, все избирательные участки были обеспечены всем необходимым. Мы старались соблюдать все меры безопасности. Каждому новой уренгойцу выдавались наборы индивидуальной, средства индивидуальной защиты, индивидуальная ручка. Участки оборудованы были по соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Это голосование мы провели спокойно. У нас в Новом Уренгое не поступило ни в территориальную комиссию, ни в участковую комиссию никаких жалоб, никаких заявлений от избирателей за нарушение их прав. Поддержали данные поправки на территории Нового Уренгоя около 88%. Нового уренгойцы проявили активность и сознательность. Глава города обратился к жителям газовой столицы по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Иван Костогрис поблагодарил всех, кто выразил свое мнение по предложенным изменениям в основной закон страны и участвовал в подготовке и проведении плебисцита. Далее цитата. Вы знаете, что голос каждого важен. Самое главное, что вы, уважаемые новоуренгойцы, не были равнодушны, а стали соучастниками перспективного плана развития нашего государства. Это позволяет с уверенностью смотреть в будущее не только нам, но и следующим поколениям. Хочу выразить признательность членам участковых избирательных комиссий, правоохранителям, наблюдателям. В этих непростых условиях вам впервые пришлось проводить процесс голосования, обеспечив возможность сделать свой выбор каждому новоуренгойцу. Вы сделали все, чтобы процесс голосования прошел безопасно, комфортно, честно. Конец цитаты. Теперь о ситуации с коронавирусом. В городах и поселках подтверждено 197 новых случаев заболевания. 797 пациентов получают лечение в стационарах. За сутки выздоровели 28 человек. Поддержка аппаратов ИВЛ понадобилась 13 северянам. В Новом Уренгое прирост составил 109 подтвержденных диагнозов COVID-19. Напомню, режим самоизоляции в округе продлен до 10 июля. Ямальцам необходимо соблюдать предписание Роспотребнадзора, носить маски в магазинах, транспорте и общественных местах. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий. Заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов продолжает работать в Новом Уренгое. Сегодня он побывал на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Главная цель – проверить, как на транспортных объектах соблюдаются меры предосторожности в условиях режима самоизоляции. На вокзале недочеты выявили сразу при входе. Охранники пропускали в зал ожидания людей без масок. И несмотря на то, что дезинфицирующие средства в помещении имелись, запаса средств защиты не было. Зам. губернатора еще раз напомнил, что согласно постановлению главы региона, охрана имеет полное право не пропускать внутрь людей без средств индивидуальной защиты. Также Андрей Воронов распорядился доставить на вокзал 2000 одноразовых масок. Появляется возможность, уже, скажем так, официально, да, если мы раньше, скажем так, это было все на нашей ответственности, да, и получали, соответственно, жалобы, которые приходилось потом разбирать и дополнительную работу производить. То есть сегодня данное постановление, оно нам в помощь, поэтому только за будем его исполнять. В аэропорту вместе с руководством компании Аэроинвест Андрей Воронов также оценил соблюдение мер безопасности на всем пути пассажиров. От входа в здание до накопителя. Здесь у зам. губернатора практически не было претензий. Охрана не пропускала людей без средств защиты. Пассажиры без масок могут их приобрести в специальных автоматах. Кроме того, Андрею Воронову показали систему дистанционных термометров. Специальные датчики, вмонтированные в камеру наблюдения, показывают на экране температуру тела пассажира. При значительном превышении в зал приглашается медик, чтобы подтвердить факт повышенной температуры. Хотелось бы отметить очень положительную работу именно аэропорта Нового Уренгой. То есть мы с вами убедились, да, что здесь не ограничивается только соблюдение масочного режима, но в том числе автоматическими станциями определяют температуру потока пассажирского. Причем в двух местах и на входе, и на выходе. Это на самом деле очень важно. Очень доступно все на экране отображается. Даны четкие инструкции охране, как себя вести в таких ситуациях. И барьер без масочника поставлен в очень жесткой форме. В отличие от вокзала, к сожалению, но надеюсь, что те замечания, которые с исполняющим обязанности директора вокзала мы и проговорили, они примут на свой счет. На Ямале больных ОРВИ бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов. В Новорингойские больницы уже поступило 115 наборов. Их разделили на две группы с антибиотиками для тех, у кого простуда протекает сложнее, и без антибиотиков. В эти аптечки входят витамины и необходимые лекарства. Их больным выдают терапевты и педиатры при личном визите пациента или вызове врача на дом. Все медикаменты были приобретены за счет окружного бюджета. Подробности в сюжете. Набор включает также комплекс витаминов, которые для поддержания иммунитета необходимы. Для промывания носа два набора. Также сюда препараты отхаркивающие, для того, чтобы легче отходила мокрота. Врачи Новорингойских поликлиник уже получили 115 наборов лекарств для больных ОРВИ. Их разделили на две группы с учетом особенностей болезни пациентов. В такую аптечку вошло все необходимое – от витаминов до серьезных антибиотиков. Одного набора хватает на полный курс лечения пациента. Выдача лекарственных препаратов осуществляется непосредственно участковым терапевтом при первичном приеме по медицинским показаниям и при наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции. То есть непосредственно на первичном приеме, либо при обслуживании вызова на дому. Все вызовы от больных поступают врачам через колл-центр. Специалисты опрашивают потенциальных заболевших по телефону. В итоге к терапевту поступает первичная информация о симптомах. Исходя из этого, врач определяет, какой из двух наборов передать больному. Отличие в том, что в одном из них есть антибиотики. Через специальную нашу программу мы просматриваем вызовы и уже непосредственно в своем кабинете решаем, какие наборы нам с собой брать и в каком количестве. То есть с антибиотиком или без антибиотика. Прежде чем отправиться на вызов, медики надевают одноразовую защитную экипировку. В комплект входят маска, респиратор, шапочка, очки, перчатки, двое бахил, костюм и халат. Все это поможет врачу максимально обезопасить себя от коронавируса. А бесплатный набор с лекарствами с доставкой на дом снизит риск для пациента. Даже если человек просто заболел ОРВИ, ему не нужно выходить из квартиры и подвергать риску себя и окружающих. Данная программа удобна тем, что пациенты получают лечение сразу и не распространяют инфекцию по городу, не выходят, следовательно, в аптеки, в магазины и тем самым начинают быстрее лечение. Все препараты разбиты на несколько групп. Два набора рассчитаны на детей разного возраста. Для взрослых разработана отдельная аптечка. Часть заболевших уже обеспечены бесплатными лекарствами. Медики ожидают поступления еще одной партии медикаментов «Новый Уренгой». Мария Федорчук, Владислав Еремин, служба новостей «Импульс». Впереди вторая часть выпуска. Оставайтесь с нами. Многодетные семьи, чьи дети выросли, получили участки под строительство. Справедливость восстановили депутаты газовой столицы. Лучший подарок – книга. Школьники написали литературные произведения о своей учебе. Мясные чипсы и хамон из оленины. Ноябрьский предприниматель готовится удивить ямальцев необычными деликатесами. Теперь «Импульс» и в IPTV. Вещание 24 часа в сутки. Кино, новости, мультфильмы, сериалы, документалистика, ток-шоу. Программы на любой вкус. Смотри «Импульс» – самый семейный телеканал. Салфетки, маски, респираторы, фильтры, бахилы, комбинезоны и, главное, препарат «Актермо». Компания «Севернефтегазпром» оказала благотворительную помощь Новоуренгойской центральной городской больницы. Газодобычки приобрели и передали врачам расходные материалы и средства индивидуальной защиты, которые медики используют для работы в красной зоне. Подробности в сюжете. Эпидемиологическая обстановка в городе сложная. На медиках сегодня лежит большая нагрузка. И как никогда требуется реальная помощь. Крепкое плечо новоуренгойским врачам подставили газодобытчики. Руководство ОАО «Севернефтегазпром» уверено, только общими усилиями можно победить коронавирус. С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования города Новоуренгой руководством «Севернефтегазпром» в лице генерального директора Владимира Владимировича Дмитрука было принято решение оказать благотворительную помощь расходным медицинским материалам и лекарственным препаратам Новоуренгойской городской больницы, которая проводит лечение пациентов с подозрением на коронавирус. Основной блок расходных материалов предназначен для работы с тяжелыми больными, а также для работы в лаборатории. Салфетки, маски, респираторы, бахилы, комбинезоны, средства диагностики, а самое главное – лекарство. То, что требуется сегодня врачам и жизненно необходимо для пациентов. ОАО «Севернефтегазпром» уже не первый раз помогает Новоуренгойской центральной городской больнице. Соответствующий документ был подписан между газодобывающей компанией и государственным учреждением здравоохранения. В рамках договора благотворительности на закупку необходимого расходного материала предприятиям предусмотрено порядка трех миллионов рублей. Теперь в списке безвозмездной помощи появился редкий и дорогостоящий препарат, который практически невозможно найти в свободной продаже. Ранее мы уже передали на баланс Новоуренгойской городской больнице часть материалов – это бахилы, комбинезоны, защитные фильтры, защитные маски силиконовые. А сегодня мне выпала честь передать на баланс Новоуренгойской городской больнице лекарственный препарат «Актермо», который ускоряет процесс восстановления легких при поражении пневмонией. Работники общества ценят труд медиков и считают, что все эти материалы, а также лекарственный препарат окажут существенную поддержку и помощь в работе новоуренгойских медиков. Сотрудничество с компаниями газодобывающего сектора трудно переоценить. Новое дорогостоящее оборудование, лекарственные препараты и расходные медицинские материалы для больницы – это реальная забота о новоуренгойцах и жителях региона. Благодаря партнерским отношениям повышается качество помощи пациентам. Есть предприятия, которые относятся к категории социально ответственных предприятий. И вот «Севернефтегазпром» в лице генерального директора Дмитрука Владимира Владимировича всегда отличает то, что они участвуют в общественной жизни города. Они знают все нужды, они знают все, что происходит, и всегда стараются помочь. И то, что сегодня мы получаем от них – средства индивидуальной защиты. И очень дорогое, востребованное лекарство Актемры, которым мы лечим тяжелые случаи двухсторонних пневмоний – это спасенные человеческие жизни в нашем инфекционном госпитале. Огромное спасибо. К сожалению, на сегодняшний день Новоуренгой лидирует в регионе по числу заболевших коронавирусом. Помощь общества «Севернефтегазпром» медикам – это своевременная поддержка городской системы здравоохранения. Вместе легче пережить трудности и преодолеть пандемию. Мария Федорчук, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». К другим темам. Впервые на Ямале в Новоуренгой земельные участки под строительство получили многодетные семьи, которые ранее были сняты с очереди. Просто их дети за время ожидания выросли, но в городе пошли навстречу людям. Специалисты администрации разработали нормативную базу, а депутатский корпус газовой столицы утвердил соответствующие изменения. Всего землю получат 70 новоуренгойских семей. 15 из них уже побывали на месте будущего строительства. С подробностями Юлия Шаркова. Кто еще? Давайте ваш номер. Вадим Мазур создает группу в одном из мессенджеров, куда добавляют своих будущих соседей. Пока на этой территории ничего нет. Но уже скоро счастливые обладатели земельных участков начнут возводить здесь дома и проводить коммуникации. Поэтому мужчина решил скооперироваться с остальными, чтобы сделать все сообща. Участки мы получаем без электричества, без водоснабжения центрального. И чтобы как-то здесь обеспечить себе строительство, благоустройство этого участка, нужно создать, я думаю, группу, чтобы потом мы все вместе, сообща своими средствами, смогли обеспечить благоустройство этих участков. Участки в собственность бесплатно получили многодетные семьи, чьи дети уже выросли или достигли предельного возраста. Такую меру соцподдержки утвердили депутаты газовой столицы. Это беспрецедентный на Ямале случай. Сегодня у нас проводится осмотр многодетными семьями, которые были сняты с очереди по достижению детьми предельного возраста. И понимая такую социальную несправедливость, что дети у нас, естественно, в семьях растут, а строительство сетей занимает у нас значительно долгий период времени, органами местного самоправления, администрации города Новый Рингой было принято такое решение. Именно оказание меры социальной поддержки в виде предоставления безвозмездно земельного участка в собственность данных многодетных семей. Пока здесь осматривают территорию лишь первые 15 семей. Всего же сформировано порядка 70 участков. В ближайшее время будут завершены процедуры по оформлению документов, и будущие землевладельцы смогут приступить к строительству. Земельные участки обтянуты лентой, которая фиксирует границы каждого земельного участка, для того, чтобы каждой многодетной семье было удобно посмотреть границы размещаемых земельного участка. Вот они располагаются у нас вот так, вот здесь вот, и вот там дальше пошли у нас по территории. Шесть соток – это вполне приличный участок. Айза Ахматова – мать пятерых детей. Две старшие дочки уже выросли и даже успели выйти замуж. Вместе с дятем она осматривает территорию, где расположится ее будущее жилище. К сожалению, сейчас женщина вынуждена растить детей одна. Ее муж умер. Но Айза не унывает, говорит, что дети помогут. Конечно, пока многодетная мама не представляет, где будет стоять дом. Говорит, нужно будет посоветоваться с соседями, чтобы всем было комфортно. Да и пока не верится, что эта земля уже ее. Я благодарна этому участку, благодарна всем, кто задействован в этом деле. Спасибо огромное. Я за все благодарна. Конечно, я не знаю, непередаваемые эмоции. Первый раз в жизни что-то просто так получаю. Буду советоваться, ребята помогут мне. Посмотрим, как они скажут, так и сделаем. Участки находятся в живописной местности недалеко от северной части города. Территория уже обеспечена подъездными путями, а значит, семьи могут приступать к строительству. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Ямальские школьники написали книги о своей жизни в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись». Издания будут храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве. В течение учебного года учащиеся вместе с классным руководителем собирали материал для своей книги. Писали тексты, делали снимки и рисунки для будущего произведения. Выбирали названия и темы. В итоге туда вошли литературные эссеи, фотографии из личных альбомов школьников. Скриншоты, СМС-сообщения и даже записи в дневниках. Книгу участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Один экземпляр будет храниться в библиотеке школы, где учатся дети. Электронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату. В завершении выпуска информация для гурманов – испанский хамон из ямальской оленины. В ноябрьске начали производить сувенирные деликатесы. Предприятие выпускает деликатес из мяса оленя. Это чипсы, сырокопченые и сыровяленные изделия. В том числе хамон по испанскому рецепту. Для приготовления пробной партии хамона из оленины привлекли технолога, практиковавшего в Испании. Рецепты известного национального деликатеса сыровяленного свиного округа адаптировали к мясу оленя, которое вялилась в течение месяца с минимальным добавлением специй. Я думаю, что скоро эта продукция появится на витринах наших магазинов в Ямал-Ницком округе. Но мы, в свою очередь, продолжаем экспериментировать. И вот последняя наша разработка – это джерки. И мы его хотим позиционировать как здоровый перекус в дороге и при путешествиях. Ямалец на здоровье севера. Наш информационный выпуск завершен. В студии работала Мария Федорчук. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин